С открытым оком, том 2, тема крещения, вопрос 635. Как связаны рождение во Христе и крещение, и как бывает у крещенных в детстве? Ведь может быть, что они крещены, но свыше не родились. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин, есть загадка, кто дважды родился и ни разу не крестился, и стал проповедником. Петух, который хорошо кукарекал для Петра, проповедуя ему о исполнении пророчества Христа об отречении Петра, рождается яйцо и выводится из яйца рождение дважды. Другая загадка. Кто дважды крестился и ни разу не родился? Тот, кто в детстве принимал крещение и во взрослом состоянии, не уверовав, поистине принял крещение у сектантов. Уверование во Христа должно соответствовать крещению согласно неложного слова спасителя и апостола. Марка 16,16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Деяние 2,38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Крещение детей не вписывается в эти предписания. Когда ребенка рано впрягают в работу или взрослые посвящают его во все недетское, и он говорит их языком, то принято говорить «ребенок, лишенный детства». Перефразируя эту ситуацию, можем сказать относительно принявших детское крещение. Они лишены радости, какую испытывает принимающий крещение в сознательном возрасте. Бог так установил, дал такие свойства воде, которые нельзя ничем заменить. Она очищает по смыслу самому полному духовному, самому полному духовному крещению вообще и не нужно, потому что душа омывается не водою, а незримо кровью Христа. 1 Иоанна 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имея общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1,7. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Вот почему очень многие были спасены без крещения, но без уверования во Христа ни один. Сам по себе человек – создание дуалистичное, стоящее на грани двух миров, видимого и невидимого. Человек – это связующее звено между миром, физическим и миром духовным. Он стоит из тела и души. И после смерти каждая часть возвращается к своему истоку, откуда она произошла. Экклесиас, 12,7. И возвратится прав в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. По телу своему человек ничем не отличает от животного мира, не имеющего души. Экклесиас, 3,19. Потому что учить сенов человеческих и учить животных – учить одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все – суета. Солом, 72,22. Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но среди животных человек главенствует. Его все боятся, как палача, как людоеда. Сирахов, 17,4. И вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать над ним зверями и птицами. Душою же своей человек соединяется с духовным миром ангелов, херувимов и серафимов. И немного ниже их только из-за того, что душа тягчена плотью. Живущих свято еще при жизни называют ангелами. Малахия, 3,1. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь преды мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Евреям, 2,7. Немного ты унизил его перед ангелами, славой и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Крещение в воде необходимо и соделано таинством, в котором человек омывается незримо от грехов, и хотя вода имеет очистительное действие, но на грехе она не влияет, и в данном случае даже не очищает и тело. Ибо назначение ее в другом показать в полном погружении смерть веткого человека и рождение для новой жизни при появлении из воды на свет. 1 Петра 3,21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. И хотя ребенок в детском крещении получил прощение первородного греха и сопричислен к находящимся в спасительном ковчеге в церкви, но придя в возраст, он точно так же должен родиться свыше, о чем сказано прежде. Он сам сознательно должен отказаться от всего, что ему нравилось, чего достиг, и перейти на служение Христу, откликнуться на его призыв. 1 Евреям 3,24. Верую Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Моисей, хотя и был обрезан в детстве, но когда он пришел в возраст, то сознательно отказался от Египта. Рождение свыше – это уверование во Христа, принятие Духа Святого. Вода – крещение только для плоти. Если бы мы принадлежали только к духовному миру, то и воды не надо было бы. В таинстве крещения подается Дух Святой только уверовавшему, родившемуся во Христе. Если же человек был крещен неверующим, а потом уверовал, то обряд не повторяется. Но таинство, таинственное перерождение души совершается позже, в момент обращения уверования. Для тех, чья жизнь после принятия таинства остается такой же, как и до принятия таинства, чья душа не свергла из себя страстных нечистот, врождаемым немало не оказалось дара Святого Духа, ибо Христос, соединивший собою с Богом человека, соединяет только то, что достойно соединиться с Богом, говорит святитель Григорий Ницкий, брат Василия Великого.